Чему научат в юнормии и для чего создан Совет Отцов? Что делают дети, которые присоединились к движению первых и о чем разговаривают с ними на уроках о важном? Современным родителям иногда бывает непросто самостоятельно разобраться с новыми веяниями в системе воспитания и образования подрастающего поколения, чтобы помочь им сориентироваться и определиться с тем, куда направить своего ребенка, познакомить с нововведениями. Во второй школе состоялся форум с говорящим названием «Школа и семья. Партнерство ради будущего». Основным все-таки партнером для образовательного учреждения являетесь вы, родители. Так как вы с педагогом выстроите программу, так как вы с педагогом во взаимодействии определите, как воспитывать ваших детей, с таким багажом знаний он и пойдет дальше. Шесть площадок форума дали гостям мероприятие, более четкое понимание о каждом из направлений. Было много чего интересного. Получается, дети идут с удовольствием в школу. Движение детей очень интересно. Мне понравилось то, что дети будут развиваться, им будет очень интересно. Также понравился совет отцов. Движение первых, которое только открылось. Очень интересно. Своего ребенка планируете куда-то отдать? Ну да, к детству хотелось бы. А почему вас привлекает им на к детству? Не знаю. Мне кажется, это подойдет для мальчиков, как патриотизм. Сегодня я узнал для себя, что во всех сферах нашего образования все работает прекрасно, все на высшем уровне, что у нас ведется различная деятельность, различные новые организации открываются, которые способствуют образованию наших детей. И я прям горд за это. Новым для меня стало движение первых. Я узнал, что это новая организация, которая, с одной стороны, объединяет все другие организации, такие как Юнармия. Юнармия входит в это движение. Оно открывает, на самом деле, большие возможности для развития наших детей в будущем. Они смогут реализовать себя в полной мере в различных аспектах, начиная с экологии и заканчивая патриотизмом. Одна из площадок была посвящена профилактике правонарушений и обеспечению безопасности детей, что в дни предстоящих майских выходных особенно актуально. Тема у нас так называется «Роль семьи в профилактике преступлений, правонарушений, несовершеннолетних дымов без вас, как без рук, да как телефон без батарейки». Поэтому всегда хочется с родителем, вот очень многие говорят, вы знаете, Фина Валерьевна, вот город маленький, вот говорят, вот если вам позвонишь, вы сразу ребенка ставите на учет. Да нет, конечно, такой цели нет. Такой образовательный форум проводится ежегодно. Тема этого года выбрана не случайно. В этом году мы решили посвятить форум конкретно воспитательной компоненте. Почему? Потому что вопросы образования, они всегда стоят на повестке дня государства. Кроме того, этот год в России объявлен годом педагога и наставника. Олеся Дементьева, Михаил Адвахов. Наши города.